Женский мозг, каким устроен способом, открывается такой черепок женский, и там, говорит, куча проводов, и там все, там шипит, там шипит, 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 шипит. И это, говорит, это ток, который там двигается по всем проводочкам, все перемешано, все перемешано. И все сразу. И это то, да, и все сразу. Она шипит, везде, везде, везде. И это ток, который двигается по проводам, это называется эмоция женская. И она может так успокаивать, иногда вот шипит, шипит, шипит. То есть я говорила о том, что женщина может в день вот несколько эмоций переживать, да, то есть муж не то сказал, у женщины уже настроение упало, потом он подошел в что-то другое, сказал уже нормально, потом что-то опять раздражение какое-то, она уже раздражается. То есть мужчина более-менее стабильна. Почему вот женщине надо сто раз в день говорить, что ее любят? Потому что она вот нестабильна. Поэтому ей надо каждый раз доказывать. Для мужчины это вообще непонятно, да, мужчина один раз сказал, если что-то поменяется, он сообщит. На свадьбе сказал, что люблю, и все. Достаточно. А женщине надо постоянно, постоянно, постоянно. Потому что он не так посмотрел, она уже сомневается в его любви. Вот реально. А мужчины стабильны, они стабильны. С ними как-то более ясно, понятно. А наличие очков поможет не раздражать взгляды? Она не будет видеть? Не поможет. Она услышит интонацию. Да. Она услышит интонацию, в интонации что-то мне не понравится. Бывают моменты... Нет, просто хотел добавить, да, то есть действительно то, что говорит Анжела. Бывает так, что вчера мы так общались, так все классно было. Она говорит, что какой я хороший муж, там все вот это вот, так все классно, идеально. А сегодня какая-то другая, там, ну не знаю, по слове, если я не знаю, изменилось настроение, и все не так. Вот я то, то не так, все не так. Я потом, знаете, своим мужским, как бы, логикой, начиная, как такое может вообще быть. Вчера так все классно было. Она рассказала, она же говорила обо мне, что я такой у нее вообще, там, супер-упер и так далее. А здесь все не так уже. И вот мужская логика вот этого понять не может. А для женщины это абсолютно нормально, да. А говорят, что просто 90% эмоций женщины зависит от ее внутренних каких-то переживаний. И только 10% от того, что делает окружающие. Поэтому просто не берите на себя. Да, это гормональный фон женщины меняется сколько раз, не помните? Много. Несколько раз в день меняется гормональный фон у женщины. Это поэтому вот раз понесло не туда, да, там раз. Бывает, вот мы на Новый год проводили ток-шоу тоже, женская и мужская психология. Показывали ролик уральских пелеменей, называется «Я готова». Смотрели, нет? Женщина собирается, сидит на диване, подходит к мужу, говорит, ну ты готова? Нет, мы идем в гости. Она говорит, нет, не готова. И там долго история. И посмотрите, вот там вся женская психология, короче. Вся женская. Вот реально. Почему? Потому что она там, что она говорит там, да, подошел. Ну, говорит, мы же договорились, все. Говорит, я никуда не пойдусь. Я говорю, почему, муж спрашивает, начинает гадать. У тебя там, нет, нечего надеть, она говорит, нет. Потом, у тебя что-то случится, она говорит, нет. Что-то случилось, она говорит, нет. Что-то в данный момент случается, муж спрашивает, она говорит, нет. Короче, он гадает. Потом она говорит, там, ну ты только, только, там, ты у меня такой красивый, а я буду тебя позорить. Да не будешь ты меня позорить. Говорит, буду, буду, я знаю, я тебя знаю. Ну, там приколов много, но вот там очень тонко изображена женская психология. И как-то одна сестра даже сказала, что мы там разбирали, я спрашиваю, что должен был мужчина сделать, чтобы женщина нормально на первом этапе вот этого конфликта, ну, вышла с этого состояния. И одна женщина сказала, у него не было шансов. У него не было шансов. Вот реально, вот, практически в 70-80 процентах это правда. У него вообще нет шансов, когда бывает, что на женщину нахлынет. Вот что бы ни делал мужчина, вот все будет не так. А что нужно делать? Следующий вопрос. Я не знаю, сама женщина, если бы знала, что она. Вот, а, ну, там есть момент, когда бы мужчина сразу бы подсел к ней, не начал бы разбираться с ней, да, что так, а почему с тобой такое происходит, просто бы подсел, обнял, сказал, я тебя люблю в любом случае, это практически, ну, в 30 процентах было бы все нормально уже. Женщина бы, ну, а в конечном итоге получилось, что женщине нечем одеть. Да, и она сначала так и сказала. Да, я же, как в самом начале это сказала, ну, я же так и сказала, что нет. Нет. Да, вот, а потом, а потом что? Она вылила свои эмоции, надо переждать мужчину вот этот момент. Да, действительно, я когда, ну, когда мы поженились, и происходили такие вот вещи, да, то есть для меня это было действительно, ну, вообще сложно, потому что когда все нормально, мы друг друга понимаем сейчас полуслова, вообще все, все понятно, все ясно, как ясный день. То есть я ее понимаю, она меня понимает, ну, просто идиллия. Когда случаются такие вот перепады настроений, эмоций, то есть вот когда она в таком состоянии немножко, знаете, такая расстроена, я вообще не понимаю вообще, почему, во-первых, она расстроена, ну, и я не могу с ней вообще ничего сделать. То есть общаться, то есть, ну, просто для меня, знаете, удивительно. То есть когда классно, все понятно, все понятно. А когда в таком состоянии, я ее не понимаю, я не знаю, что с ней делать вообще. То есть я пытаюсь так, она, там, это самое, шипы такие, бяу. То есть я ухожу, ну, то есть я для себя выбрал такое единственное, что я смог, то есть просто переждать. Хотя она потом говорит, что меня в таком состоянии оставать нельзя. Вот почему, вот женщина, да, вот в книге «Женщина с Венеры», «Мужчина с Марса», «Мужчина с Марса», «Женщина с Венеры» называется, да, там написано, что женщину в таком состоянии нельзя оставлять. Мужчина сразу убегает в пещеру. Как она, он видит, что женщина все вот такая, мужчина сразу в пещеру переждать. А женщину в таком состоянии нельзя оставлять. Многие мужчины убегают. А наоборот, надо помочь ей выбраться с этой ситуации. Пусть она на вас нальет. Многим мужчинам просто гордость мужская не позволяет потерпеть, перетерпеть. Но надо перетерпеть этот момент. Пусть она там ляпает, что хочет, говорит, пусть выплескивает, потому что это эмоции. Знаете, эти эмоции. А женщина же, она, как сказать, она копит. Она копит, копит, она терпит, терпит, терпит. Она не сразу высказывает мужу, что ты так сделал. Она терпит. Пока она в состоянии терпеть, она терпит, терпит. Но это накапливается, накапливается, накапливается. И в один момент прорвало. А мужчина не понимает, все же было нормально. Еще вчера было все нормально. Она была такая классная, мы так друг друга понимали. А у нее вот копилось, копилось, копилось. И в один момент. Особенно это происходит, простите, мужчины, я скажу правду. В период менструального цикла. Не цикла, а... Гормональный. Да. Если женщина не выбрасывает свои негативные эмоции в течение всего месяца, именно в эти дни... Сдерживать не может. Сдерживать уже не может. Вот. Поэтому эмоции у нее накапливаются, она терпит, терпит. И потом взрыв. Вам нужно переждать. Если вы женщину оставите вот в такой ситуации, оно еще может больше, больше, больше. Потому что у женщины склонность накручивать. Она накрутит, она такое накрутит. И потом этот поток еще в 10-30 раз там увеличится. Вот. Она любит накручивать там, ну, мы из мухи слона делаем, мол, вообще очень легко. Причем в такие моменты нужно отключать мужчину в мужскую логику, потому что разобраться... Вот мужчины как? Видят, проблема, да, жена вот в каком-то непонятном состоянии. Они пытаются разобраться, в чем проблема. То есть я мой что-то сделал, или еще... То есть пытаются, а не получается. Потому что у женщины бывает, ну, они сами не поймут, что с ними происходит. Поэтому просто нужно отключать, ну, я в моем понимании, мужскую логику. Просто быть с ней, выслушать, пусть она на вас все выльет. И потом все будет хорошо, она придет в норму, все будет классно. Не надо пытаться, знаете, в чем проблема, что не так, что так и так далее. Причем женщина, она сразу вам не скажет. Подойдешь к женщине в таком ситуации, женщина скажет, иди сюда. Да, да, вот. А знаете, вот именно в этой ситуации внутри женщины говорит крик. Будь со мной. Сейчас будь со мной. Если женщина хочет быть одна, она вам нормально может сказать, пожалуйста, все, я понимаю, что ты хочешь мне помочь, но сейчас я хочу быть одна. Она может нормально сказать. Но когда на эмоциях, знаете, она наоборот, это крик о помощи. Поэтому наоборот, надо сесть, выслушать, поговорить. И она, знаете, мужчина может, как-то мы с Ваней разговаривали по поводу, опять же, женской и мужской психологии. И у меня было ощущение, такая картина такая возникла, что мужчина открывается сразу, как дверь открылась, вот так, знаете, и все, она открыт для общения. А женщина, вот ее дверь состоит из кусочков таких маленьких кружочков, куча-куча мелких кружочков, и мужчине надо каждую открыть. Она потихоньку вообще раскрывается, вот реально. Замок. Да, целая куча, там, вы знаете, одно слово, второе, третье, постепенно, постепенно. А мужчина подходит, что с тобой случилось? Женщина сказала, ничего, все хорошо. Он пошел, все понял, логически понял. Сказали правду. Ну, в смысле, понятно сказать, что нормально с ней. Значит, она хочет побыть одна, и он ушел. А тут вообще другое, совершенно другое. То есть, бывает так, что, например, Анжелика, да, в таком состоянии, я прихожу к ней, пытаясь говорить, она, знаете, так вот, ну, то есть, делает все, чтобы я ушел, да, грубо говоря. Я беру все уже такую, себя в руки, волю, да, все равно я с ней пытаюсь, пытаюсь общаться, и там, например, 10 минут мы поговорили, и я вижу, что она сильно не меняется, и я говорю, ну, ладно, хорошо, я пойду там, пережду. А потом она, когда уже все у нас нормализировано, она говорит, что надо было, я вот почти открылась, что ты ушел? Я почти уже все открылась, а ты вот взял, ушел. То есть, вот реально, они вот постепенно, постепенно. Для мужчин это действительно тяжело. То есть, для меня это тяжело, например. Нам надо, когда вот в таком состоянии, мне тоже нужно себя как бы взять. То есть, поэтому вот мужчины, вы должны какие-то вот такие вот моменты просто принять, что так вот с женщинами бывает. Не надо, во-первых, этого пугаться, шугаться и так далее. Просто принять какие-то вещи, то есть, понимать, что с ними, как, что у них бывает и как с ними себя вести. Ну, согласитесь, ну, страшно, да, мужчины, страшно. Напугали мы вас. Боже. Но, если бы не женские эмоции, я думаю, что вы не согласитесь жить с мужиком, который без эмоций. Вам будет очень скучно. Вот. И женщины, они такими сотворены. Просто нужно понимать женскую психологию, научиться с этой женской психологией жить, да, и помочь женщине в такие моменты. Да. А если бы вместо мужа была другая женщина, точно такой же был эмоциональный успех? Они, нет, они бы друг друга просто бы поняли сразу. Потому что женщина, женщина очень легко понимает. Она как-то интуитивно подошла бы, ну, там, она сказала, уйди отсюда, я не хочу бы с тобой общаться сейчас. Она говорит, никто не хочет быть один, давай рассказывай. Женщины, они друг друга понимают, и они же знают, что там подтекст какой, да, за этим стоит. Они друг друга понимают.